Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово Святаго Яна Златоустого о дерзке. Продолжение. Но какое может быть благовидное возражение многих, когда мы изложили все это? Следовательно, скажут, будет удостоен большей чести тот, кто будет добродетелен при таких затруднениях. Какой почтеннейший и за что? За то, скажешь, что он в браке подвергается большему времени. Но кто принуждал его принимать на себя такую тяжесть? Если бы он вступил в брак во исполнение заповеди, и не вступление в брак было бы нарушением закона, то это возражение было бы благовидно. Если же он, имея власть, не подвергаться его брака добровольно, без всякого принуждения, пожелал навлечь на себя такие затруднения, что подвиг добродетеля стал для него весьма тягостным, то это нисколько не касается подвигоположника. Ибо он заповедовал успевать только в одном борьбе с дьяволом и достигать победы над злом. А успевает ли кто в этом женяясь, наслаждаясь, имея много забот, или подвязаясь и бедствуя, и ни о чем другом не заботясь, ему до этого нет дела. Он говорит, что способ победы и путь, ведущий к победе, должен быть свободным от всего житейского. Если же ты хочешь воинствовать и бороться, имея жену, детей и все связанные с этим дела, надеясь иметь успех одинаковый с теми, которые не связаны ничем подобным, и через это удостоится большего удивления, то мы, хотя бы ты упрекнул нас большой гордостью, теперь сказали бы тебе, что тебе невозможно достигнуть высоты одинаковой с теми. Наконец, и время раздачи венцов хорошо уведят тебя тогда, что безопасность гораздо лучше пустого честолюбия, лучше повиноваться Христу, нежели в суете собственных суждений. Христос говорит, что для добродетели недостаточно нам отказаться от всей собственности, если мы и себя самих не возненавидим. А ты говоришь, что можешь одержать победу, привязавшись ко всему этому. Ну, как я сказал, тогда ты хорошо узнаешь, каким препятствием для добродетели бывает жена и забота о жене. Почему же, скажу, служащую препятствием Бог назвал помощницей мужа? Сотворим ему, говорит он, помощника соответственного ему. Бытие 2.18 Ну и я тебя спрошу, какая же помощница та, которая лишила мужа такого благополучия, извергла его из дивного пребывания в раю и ввергла в смятение настоящей жизни, кто свойственно не помощнику, а только злоумышленнику. От жены говорится описание начала греха, и через нее мы все умираем. Сирахова 25.27 И блаженный Павел говорит, и не Адам прельщен, но жена, провестившись, пала в преступление. 1 Тимофея 2.14 Какая же помощница та, которая подвергла мужа смерти? Какая помощница та, через которую сыны Божии, или лучше все тогдашние обитатели земли вместе со зверями, птицами и всеми прочими живыми существами погибли в потопе? Разве не она намеревалась погубить праведного Иова, если бы он не был крепким мужем? Иова 2 глава Разве не она погубила Самсона? Судей 16 глава Разве не она устрояла, чтобы весь народ еврейский служил в Алфи-Гору и был поражен руками своих братьев? Число 25 глава То в особенности предал дьяволу Ахава 3 Царств 21 глава И еще раньше Соломона со всей мудростью его и славой его 4 Царств 3 Царств 11 глава И доселе часто жены не склоняют ли своих мужей к оскорблению Бога? Не потому ли мудрый муж говорит? Всякая злость мала в сравнении со злостью жены Сирахова 25-21 Ну почему же, скажут Бог, изрек Сотворим Ему помощника, соответственного Ему Слово Бога, конечно, не ложно Я не скажу этого, нет Она создана для этого и поэтому Но не пожелала остаться при собственном достоинстве, равной как и муж ее Бог сотворил его по образу и по подобию своему Сотворим, говорит он, человека по образу нашему и по подобию нашему Так же, как сказал Сотворим Ему помощника Но по сотворению человека вскоре погубил и то и другое Он не сохранил подобия Ибо как мог сохранить, предавшись постыдной страсти Склонившись на обольщение и не победив себе желания наслаждения А потому невольно был лишен и достояния подобия Ибо Бог немалой части господства лишил того, который был страшен для всех, как владыка И стал непризнательным рабом после оскорбления Господа Сделав его презренным для подобных ему рабов Сначала он был страшен для всех зверей Бог привел к нему всех их И ни один не посмелил причинить ему зла или козни Видя блистающий в нем царский образ Когда же он помрачил грехом эти черты То Бог лишил этого и лишил его этого господства Как через то, что человек не господствует над всем земным А некоторых даже боится и страшится И не делается ложным изречения Божия И владычествуйте над всяким животным Бытие 1.28 Ибо сокращение власти произошло не отдавшего ее, но получившего Так и козни жен в отношении к мужьям не ослабевают Сотворим ему помощника, соответствующего ему Она произошла для этого, но не осталась при этом Кроме того, можно сказать и то, что она оказывает свою помощь К устроению настоящей жизни, к рождению детей, к обузданию естественной похоти Но когда уже не будет времени ни для настоящей жизни Ни для деторождения, ни для похоти Тот, для чего напрасно ты здесь упоминаешь Если ту, которая в состоянии содействия только в малых делах Станет кто-либо иметь сотрудницей в делах великих То не только не получит никакой пользы Но свяжет себя самого заботами Продолжение следует Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!